Девушки отдыхают Вильдан Милушев, эта программа «Уилдан» будет сделана. Вчера, когда я ехал домой, таксист мне такие байки травил. Надеюсь, ребята будут шутить не хуже. Итак, мы начинаем. Итак, сегодня вновь у нас конфронтация стороны слева и стороны справа. Начнем, ребят, слева от меня. Это, так скажем, сборная «Солянка». Здесь силы юмора, КВН и стендап. Это, ребята, юмористы. Аплодисменты. Юмор, юмор, юмор сильнее. Итак, слева направо. Никита. Всем привет, я Никита Андреяш. Я долго играл в КВН, поэтому сегодня я представляю эту команду. Будет тяжело у нас в соперниках телевизионщики. В 70-х годах они уже пытались закрыть КВН, но у них ничего не получилось. Он вернулся и победил. И мы тоже сегодня победим. Аплодисменты Никите. Привет, я Владимир Афанасьев, и я тот самый юнец из стендапа. Но сегодня мы играем за КВНщиков, потому что мы играли в КВН. Сегодня наши противники – это команда телевидения. Им не стыдно проиграть. Они сделали очень крутые проекты. Вот этот вот «Жди меня», «Окна», «Пусть говорят». А, не они, да? Нет, тогда выиграем. Барсик Самвелович. Да, Барсик Самвелович. Единственный КВНщик из стендаперов. Мое отчество Самвелович. Я говорю только отчество, потому что имя написано здесь. Я представляю команду КВН. Мы уже выиграли юнцов из стендапа, теперь мы соревнуемся с телеком. У них и так очень много эфирного времени на Крыме. Поэтому мы пройдем дальше, и у нас будет максимально эфирного времени в этом шоу. Я пошел. Барсик. И справа от меня мои коллеги-телевизионщики. Да! Саша. Меня зовут Александр Макарий, я из команды «Победители». Сегодня мы сражаемся с КВНщиками. Но знаете, динозавры вымерли, империи разрушились. Пришло время КВН. Конечно, когда-то мы его смотрели и даже смеялись над их шутками. Иногда. Но, мне кажется, мы уже выросли из этих штанишек. Катерина! Кати как будто сошла с картин. Мотив, жизнелюбие и позитив. Я верю, мы на правильном пути. Команда ТВ КВНов победит. Победит. Игорь! Меня зовут Игорь Полонский. Знаете, что я сегодня сделал, когда узнал, что буду играть против КВНщиков? Рассмеялся. Ребят, КВН – это, конечно, все очень весело, но это наша территория. Идите-ка шутить свои шуточки куда-нибудь в другое место. По традиции, Игорь, когда его представляет, решил встать и поклониться. Можно было вставать? Все верно. Это он сделал, чтобы мы обратили внимание на диджея. Диджей Денис Япаров. И ему аплодисменты. Ребят, правила для начала все те же. Нужно выбрать название команд. Один представитель от вашей и один представитель от вашей команды. Все так же face to face. На счет три начинаем. Раз, два, три. Жуевка. Садись. Вы придумываете название себе и им. Ну что, так и оставь. Любое почти название. Давайте без инициатива. Оооо, без инициативные. Итак, это команда без инициативные. А это команда телек. Итак, ребят, начинаем. Первый конкурс называется поисковик. Все то же самое. Правила вы помните. Вбили в поисковик определенное словосочетание. И вам нужно будет выяснить, что же из самых популярных запросов выдал мне поисковой запрос. Итак, 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 итак. Вам задание. Ввел в поисковик Илон Маск. Итак, от команды ответ. Для начала вы знаете, да, кто такой Илон Маск? Все, надеюсь. А кто только о ней. Я не знаю. Нет, Марс. Илон Маск. Марс. А, не первый отвечает. А мы только... Полет на Марс. Ничего связанного с Марсом нет. Да. Может быть, Эмба Хёрт? Откуда ты это знаешь? Что это? Стой, еще раз повтори. Нет, ты посмотри, там должно быть все. Здесь этого нет. Скажи, что это? Это девушка ему бывшая. А, нет. Я дам подсказку небольшую. Стойте. Вспомните, самое последнее, что было громко... Да, ваша была очередь. Куриц, да, да, есть. Итак, от вас, давайте еще один шанс вам дам. Что может быть? Мем. Илон Маск как-то такое. Нет? Вот, если бы ты сказал по итогу мем, то был бы балл. Если бы ты сказал мем, а... Нет, нет, как тебе такое снова мем? Ладно, смотри. Плюс, плюс два даю за то, что эта версия была. Вам плюс пять, за правильный ответ уже был. Молодцы, аплодисменты вам. Как тебе такое? Как вам такое, да. Итак, ребят, найдем далее. Кольца говорили про мемы, то вам такое и задание. Ввел в поисковик слово ме-мы, что он выдал мне по этому запросу. Самое популярное. Мемы. Итак. Ну да, да. Мемы. Смешные. Нет. МДК. Мемы МДК. Нет. Картинки. Да. Плескать баллов. Есть, да. Есть еще шанс. Слушай, ну а можно говорить афроамериканец, только плохо? Нет. Нет. Смотрите. Скорее всего там типа поисковик написал. Возможно вы имели ввиду мемы. А-а-а-а. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, стой, стой, стой. За шутку плюс два, но я жду от вас ответ. Но я жду от вас ответ. Но там по-любому. True face. True face. Нет. Что ты, true face. Давайте там еще подсказку. Целевая аудитория мемов есть некая. И вот сейчас ваша очередь. Есть вот некая целевая аудитория для мемов. Быстрее назовите мне. Даю три секунды. Итак, раз, два, три, да, мемы про школу. Да, плюс пять. Давай попробуем. Да все. Биржа мемов там было. И биржа мемов тоже нет. Все, ну хватит. Мимо, мимо. Возможно ты имел ввиду мимо? Да. Ну, уже говори. Плюс два за шутку. Молодцы. Итак, ребят, нам пора узнать результаты первого конкурса. Денис, озвучь. Ну, мы только начали, поэтому радоваться сильно можно, расстраиваться нет. Телек вырывается вперед. У них 12 баллов. О, неплохо 12. А КВН сильно не расстраивается, только начало. 7. 7 баллов. Счастливо. Молодцы, так держат. Оставайтесь. Ребят, пять баллов. Это маленький отрыв, потому как я за каждый правильный ответ сейчас буду давать 5 баллов. Итак, следующий конкурс называется «На языке верчу». Вам нужно будет догадаться, что это за песня. Как и ранее в конкурсах, я взял текст русской песни, перевел ее на украинский, болгарский, немецкий, тайский, малазийский, грузинский. Миллиард раз перевел и в итоге привел ее к русскому варианту текста. Смысл не изменился. Вам нужно будет угадать, прочитав русский текст, что это за песня. От вас кто будет? Саша. Аплодисменты Саше. Итак, поехали. Я попрошу внимательно следить за произношением каждой буквы. Договорились. Окей. Малина приходит в последний день. И вот мы в лесу, мы поем красно-коричневые песни. Под коричнево-коричневыми звездами. Мои любимые звуки коричневые. Малинки-малинки, такие вечеринки. Дискотека «Авария». Аплодисменты по отцов. Поехали. Вы и я. Звездное небо и два паромных билета. По утрам, ну мотив может не этот. По утрам будем танцевать неоновые дожди. Мы промокнем под дождем. Нет, это не грибы. Нет, нет, нет. Те, кто не видит знамений в небе, теряют 8 нот. Телек. Да. Мы с тобой не в попад, два билета на паром. Это кто? Это кто? Матранк. Матранк. Да, да. Это больше, больше. От вас кто? Катерина, аплодисменты Катюше, да. Ну там была сложность. Здесь много текста, но я думаю, вы сразу же поймете. Итак, прошу, становись в центр. Надеюсь, прочесть его я смогу. Да, читай поэзию. Помню, что сама могу. Белый стих, давай. Одинокий странник потерял свой путь, потеря времени, часовой пояс. Белый стих, да. Одинокий странник потерял свою надежду. А, это Джавкалит. Джавкалит. О, одинокий странник потерял свою дорогу. От вас, ребят, кто еще один выйдет? Ну давай. Давай, никто себе. Аплодисменты Никите, да. Если мы скажем, ваш поезд ушел. Без интимы. Да. Сердючка. Хорошо. Мне очень страшно, что ты узнал эту песню с трех слов. Потому что нам лечить поменялось. Да, поехали. Потому что сердючка потрясающе на всех языках. Нужен яркий праздник? Идея. Свет. Звук. Сцена. Агентство. Большая перемена. Итак, нужно бы узнать нам результаты. Какие баллы, Денис? Озвучь. Вот и завязывается наша борьба. КВН вырывается вперед. Счет 22 у ребят. Ооо. Телек, телек. Не расстраивайтесь, все впереди. 17 баллов. 17? Неплохо. Сим это хорошая цифра. Да, великолепно. Итак, ребят, идем далее. Следующий конкурс, опять же, может дать вам по 5 баллов за каждый правильный ответ. Конкурс «Что за покемон?» Мне нужен один человек, который становится здесь и угадывает... Нет, 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 там кто я? Да, да, да. Угадывать личность. Что за личность ты? Барсек, аплодисменты. Становись, центр. Стикер прошу уже вывесить. Так, стикер есть, Денис готов. Барсек готов. Итак, раз, два, три, поехали. Поехали. Ну, я мужчина. Да, да. Белый. Да, да. Да, русский. Да, да. Ага, актер. Нет, привет. Нет, нет. Режиссер. Творческая или наука? Нет, нет. Наука? Нет, нет. Политик? Нет. Фигурист, спортсмен? Да. Спортсмен. Футболист? Нет. Бокс? Нет. Микс файб. Да, да. Да, да. Скоро он русский. Пойдем, пожалуйста. Не, ну ребятам здесь однозначно плюс 10. Быстро угадали. Молодцы, плюс 10 баллов. Да. Ребят, от вас один человек, представитель. Кто будет? Кто быстро? Кто? Отлично. А Игорь вышел, аплодисменты Игорю. Итак, стикер прошу вывести нам на стеночку. У нас уже есть человек. Отлично. И Денис готов, Игорь готов. Минута пошла, поехали. Мужчина? Да. Соотечественник? Да. На телевидении работает? Нет. Связано с творчеством работает? Да. Радио? Нет. В телевидении? Нет. Актер? Нет. Певец? Нет. Так, что еще можно спросить? Актер, певец, художник? Нет. Нет. Есть там еще кое-что? Давай, давай, давай. Спрашивай, спрашивай. Спрашивай. Он с музыкой как-то связан? Нет. Я не знаю, что спрашивать. Он сколько лет? Ему больше 30. Нет. Он жив? Нет. Он мертв. Давай, спрашивай. Это Бубыльгун. Нет, быстрее, быстрее. Это Сталин. Нет. Да, да, да. Я знаю, что... Вау, самый крутой ряд это Бубльгум и Сталин. Смысл он в том, что в мире Игоря творчеством занимается Сталин. Видимо, он говорит творчество, да. Сталин, это значит Сталин. Это Пушкин был, аплодисменты Игоря, спасибо. Я думаю, что за Бубльгум было бы честно. Один балл. Три балла даю. Три за Бубльгум отдельно. И за Сталина, и за Бубльгум. Кто, кто от вас? Барсик, аплодисменты Барсу, да. Отлично. Итак, стикер у нас уже на стене. Поехали. Есть стикер. Итак, тихо. Денис готов. Барс готов. Итак, раз, два, три. Поехали. Это женщина? Нет. Это азербайджанец какой-то. Дурак, нет? Я буду ругаться. Да-да-да, ты будешь ругаться. Так, это смотри, Парасен. Белый. Да. Белый. Это в Евразии, да? Его национальная ситуация. Нет. В Австралии? Нет. В США? Да. Он американец? Нет. Он не американец, но он работает в США. Да. Он президент? Нет. Нет, да? Так, кто же может быть? Так, он актер, писатель. Нет, нет. Он музыкант? Да. Он музыкант? Он играет в рок-группе? Нет, нет. Он играет в рэп? Нет, нет. Нет. Он играет регги? Нет. Он играет клубное что-то, да? Нет, нет. Кантри, кантри, да? Нет, нет, нет. Он такой типа шансончиками. Он такой, типа. Он такой, типа, я ничего не играю, я просто пою. Да, да, да. Он просто поет. Без музыки? Музыка. Музыка. Какой это здесь? Так, ну давай. Вот так он. Стой, подожди, стой, 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 стой. Не смотри, не надо. Даю шанс. Ой, 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 идем сюда. Давай, давай. У него очень потрясающая женщина. Подожди, стой, стой. Брэд Питт? Сервер Кокура. Подожди. Нет, это Джастин Бибер. Я уже, я уже, я уже, я уже вспомнил. Просто его нужно сфоткать, знаешь, когда бар стоит, и за ним написано Джастин Бибер. А, да, да. 40 лет спустя. Я считаю, что это унижение было для Барсига Барсигана. Потому что рядом, после Хабиба, назвать его Джастином, как бы, да? Да, да, да. Мне не важно. Прошу от вас выйти одного человека, кто вообще. Катерина, да. Итак, Катерина готова. Стихер у нас уже вывесили. Денис готов. Итак, раз, два, три, поехали. Я женщина. Нет. Мертвая? Нет. Российская? Нет. Американская? Нет. Первый вопрос какой был? Ну, мужчина я. Понятно. Ну, российский? Да. Политик? Нет. Актер? Нет. Креда, чем нет? Художник? Нет. Певец? Ведущий? Диктор? Нет. Музыкант? Певец? Нет. Кто еще есть? Тихо! А он КВНщик? Тихо! Волосляков? Ургант, Слепаков, Цикала. Господи, по нижней рангам. Повыше рангам. Они вообще ничего не говорят. Он старый. Да! Ну молодой. Еще не сидит в КВН. Так, стой, подожди. Все совокупность всех подсказок, которые были сказаны. Это мужчина, это российский. Он как-то связан с КВНом. Как-то связан, да. Саша подсказывал глазами. Говорит, он старый какой-то, из старой школы. Там что-то такое. Я все, я не буду больше подсказывать. Три секунды даю. Раз, два, три. Это жириновский. Нет, это Евгений Читросян. Какой ответ оригинальный? Какой оригинальный ответ? А я показывал на него, чтобы взбить. Я понял. Нет, давайте будем честны. Жириновский очень близок к юмору. Как Сталин. Да. Итак, ребят, продолжаем. Нужно бы нам узнать результат наших трудов и сражений. Итак, баллы какие у нас, Денис? У нас продолжается упорная борьба. Телевизионщики смотрят на меня, Надежда. Ну, ребята, у вас 23 балла. 23 балла, да? Это полот порадоваться. А наши КВНчики, они же, ребята, здоровски набирают 33 балла. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, ребят, следующий конкурс у нас называется «Это чье?». Нужно будет угадать человека, личность по его междометиям. По голосу. Итак, если вы готовы слушать, то Денис запускает нам голос первого человека. Итак, поехали. И… Без инициативных? Да. Андрей Малаков. Еда! О, хорош! Давай отцепим от него! Итак, Денис, мы готовы, да? Внимательно слушаем, есть еще один шанс заработать баллы. Поехали. Без индиниговых Масляков. Вот теперь да! О, теперь Масляков. Итак, осталось бы выяснить нам счет, кто уходит в отрыв. Денис, озвучь. Ходит отрыв тот, кто отвечал, и это была команда КВН, у них 43 балла. 43, да. Ну а команда телевизионщиков, 23 как 23, так и осталось. 23, так и осталось пока, суки. Итак, ребят, продолжаем. Следующий конкурс называется «Дайв списать», я думаю, вы уже помните, как в него играть. Один человек выходит от вас, представитель рисует кое-что за одну минуту и отвечает параллельно на вопросы. Итак, Саша, у тебя есть ровно минута, чтобы ответить правильно на несложные вопросы школьной программы. Надеюсь, Саша справится. Нарисуй, пожалуйста, парк летний во время дождя. Поехали. Парк летний во время дождя? Летний парк во время дождя. Расплавленная масса в глубинах земли. Лава. Нет, магма. Ладно, пускай. У каждого человека есть свое слабое место, а эта часть тела стала символом уязвимости. Актилисова пятах. Есть. От фамилии этого писателя произошло название определенного возраста женщины. Бальзак. Есть. Столица Бразилии. Буэнос-Айрес. Бразилия. В каком году началась Вторая мировая? Вторая мировая, 1939. Верно. Где живет улитка? На земле. В ракушке. Стремительно падающий с высоты поток воды? Водопад. Верно. Кто написал Ромео и Джуретто? Господи, Шекспир. Да. Какой породы Буратино... Какой породы был Артемон в сказке Буратино? Пудель. Верно. Самая большая планета Солнечной системы? Юпитер. Верно. Какой континент открыл Колумб? Индию. Америку. Господи, он въехал в Индию. Аплодисменты, Саша, да? Братик, ты сейчас сделаешь все хорошее, Никита. От вас кто? Никита. Аплодисменты Никите. Никит, у тебя есть опять же минута, чтобы нарисовать и в процессе этого отвечать на вопросы школьной программы. Нарисуй праздник в детском саду. Поехали. Имя и отчество Фета. Афанасия Афанасьевич. Верно. Кто написал Капитанскую дочь? Пушкин. Верно. Столица Непала. Дальше. Катманду. Междометие это самостоятельная часть речи? Нет. Верно. Заход за линию горизонта Солнца? Закат. Верно. В каком году распался Союз Советский? 1991. Верно. Какие бывают агрегатные состояния вещества? Твердая, жидкая, газообразная. Верно. Отчество Анны Ахматовой? Андреевна. Верно. Перечисли всех черепашек-ниндзя? Донателло, Леонардо, Рафаэль, Микеланджело. Верно. Старица Чехии? Прага. Верно. Естественный спутник Земли? Луна. Верно. Древнегреческая богиня правосудия? Фемида. Верно. Сколько у здорового человека пар хромосом? Пар. 23. Верно. По какой шкале измерять температуру в России? Верно. Можно вопрос повторить. По какой шкале? А в чем измеряется температура в России? От Сельсии. Конечно, да. Правильный ответ. Аплодисменты. Я бы сказал, это реально какая-то колония, где ребят куда-то просят выйти на байдарках в море и не вернуться оттуда. А для аграрного это потрясающе. Это Пикассо. Окей, ладно. Так, давайте сравнивать. Ну, я думаю, стилистика схожа. Да-да-да. Рисунков. Солнце. Просто без единички шестерка. Домик. Домик. Это плагиат. Дети и что-то существо. Три ребенка. Нету шариков, но есть байдарка. Я бы дал за этот рисунок 10 баллов. Он мне нравится. Вам спасибо. Здесь, ну, вам, ну, я не знаю, 5 баллов я точно дам. Ну, серьезно, у тебя и так неплохо было. 5 баллов за рисунок с плагиатил, но молодец. Аплодисменты вам. По результатам не только художеств, но еще и огромное количество ответов. У нас есть уже баллы. Денис, озвучи. Мы очень хотим услышать эти цифры. Есть повод для радости у обеих команд. Команда Телек набирает 59 баллов. А команда Квенчиков набирает 107 баллов. Слушай, постоп. Что, 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 что? Это как так-то? Я не знаю. Надо было назвать их деморализующие. Итак, ребят, следующий конкурс называется «Слышь ты! Слышь ты!» Вы знаете правила. Мелодия из одной песни, вокала капелла из другой. Вам нужно угадать либо одно, либо другое, либо и то, и другое. За каждое угаданное я буду давать плюс 5 баллов. Поехали! Безиннициативно! Во-первых, это «Барских». Да, плюс 5 баллов Макс Барских. И «Аллегрова». Видишь, кто что слушает? Я бы так не радовался тому, что узнал. Это Макс Барских. Барских лучше, чем много. Барских должен был угадать «Барсек». Но он украл мою фамилию, поэтому... Итак, готовы, ребят? Ты не расстраиваешься. Денис, поехали! Телек! Да! «Летт гетт стартет». Это поет «Раннин, раннин» «Блейк айт пиес». «Блейк айт пиес». Да, 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 да. Музыка. А музыка там успела? Конечно. Нет, музыка еще не... Нет, мы услышали. Ну давай, а вы уже успели? Нет, мы услышали. Ижи попут. Итак, поехали. «Безотека». Безотека, Тима! Это басно. Медлячок, чтобы ты заплакал. Да, это басно. Мы в машине и мы слушаем. Просто вы ближе к колонке сидите. Я не отпущу эту руку, пока вы... Музыки не доходили. Я знаю, я поставил. Это все корни светлые. Помни, есть вещи на порядок выше. Денис, поехали. «Телик» сказала первое. Серьезно, серьезно. Итак, это кто? Это кто? Клин, да. Аплодисменты, пять баллов есть у вас. Молодцы. Я неправильно бы сказал. Давай-ка послушаем. Я обожаю «Квин». «Безотека», «Лобода». «Успели, успели, успели, успели». Плюс 5 баллов. Да, да, да. Блин, Фредди, как я Фредди. У нас есть еще один шанс заработать 10 баллов в одной или другой команде. Итак, поехали. Громче немножечко. Странные танцы. Это эйфория. Музыка. И Газманов Олег. Олег Газманов. Олег Газманов, да. Странные танцы — это Quest Pistols. Да! Сюда! 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 Итак, ребята, пора узнать счет. Бой был напряженный, я бы сказал. Денис, озвучь баллы. После следующего конкурса команда Телек набирает 69 баллов. А наши КВНчики набрали уже 137 баллов. Итак, ребят, следующий конкурс будет Кракошто. Классический крокодил. Каждый из вас попробует себя в роли... Человека, который показывает. Пропуск хода — 3. За угаданное слово — 5 баллов. Первый. Кто? 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 Катя, аплодисменты Катерине. Я крокодил, крокодил. Итак, минута пошла. Часы. Время. Расписание. Ты кушаешь. Время обеда, спать, сутки. Циферблат. Распорядок. Цифры. Режим. Время кушать, время завтрака. Обед, ужин, завтрак, полдник, четверть, круг. По кругу идет. Части. Делим на части. Что делим на части? Это было слово «будни». Какое? Будни. Будни. Улыбка радушная, грустная. Настроение. Настроение. Смайлы. Два смайла. Два разных настроения. Давай, показывай больше, больше, больше. Инжайно показала. Артист, актер, исполнение. Образы, образ. Разные образы. В совокупности амплуа. Что? Квадратный мандарин. Театр. Да! Наконец-то. Я не знаю, как ты это покажешь. Времечки-то нет уже совсем. Ну ладно, попробуй. Она вот что-то ест. Взялая с пола что-то съела. Все не показывали. Морковка. Нет, это была редька. Аплодисменты Катерине, да. Хорошо. Хорошо. Было хорошо. Будни. Будни так, будни. От вас кто еще? Игорь, Саша, Саша, Игорь. Давай, давай. Саша, аплодисменты. Я не буду чуть-чуть. Пожалуйста. Итак, Саша. Все то же самое. Становись здесь ближе. Итак, Денис готов. Саша готов. Время тогда пошло. А, я понял, я просмотрю здесь. Ты. Балабол. Диктор. Будущий. Разговор. Болтушка. Болтунья. Болтушка. Да. Болтушка. Хороший, хороший. Да. Слон. А, все. Хобот. Хобот. Это первое число. Ты. Идешь. Ходок. Теннис. Ракетка. Вибиспорта. 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 Хобот. Наконец-то хобби. Я так переживал за это. Он такой захватил. Саша аплодисменты. Я так скажу, от меня 10 баллов за хобби, это было что-то нереальное. 10 баллов, это было круто. Спасибо. Игорь. Прошу аплодисменты Игорюшу. Игорек, давай. Давай, давай, давай. Бойтесь, бойтесь. Минута. Начинается сейчас. Он порвел сейчас. Пишешь? Нет вдохновения. Чертоник. Микрофон. Артист. Морковка. Морковка. Веселье. Артист. Певец. Оперный. Клоун. Чувства. Джульетта Ромео. Чувства. Любовь. Радость. Веселье. Настроение хорошее. Витаешь в облаках. Удивление. Любовь. Сердечные чувства. Чувства это, да? Да. Это любовь, только равно, да? Синогика. Это было счастье. А что любовь показываешь-то? Лучше мы счастье угадывали. Давай скорее, скорее. Напущенный хомяк, нет? Лезгинка. Танцы. Народные танцы. Народные танцы. Что еще? Это очень сложно. Нормально, продолжаем. Это танцы. Один танец. Волос. Венский вальш. Волынка. Вольная борьба. Говори скорее, продолжай показывать. Это тук-тук постучало. В общем, я сильно далеко зашел. Хайтерма возвращение. Ого. Хайтерма возвращение. Какой заход был. Возвращение. Офигеть. Офигеть. Плюс 10 за тукой торговой. Итак, готов Денис? Барсик готов? Да. Время начинается сейчас. Книга. Мысль. Урок. Думать, читать. Чтение. Открытие. Удивление. Прозрение. Факт. Истина. Ученик. А медалист. Выпустили. Лента. Планшет. Золотой медалист. Диплом. Красный диплом. Аттестат. Есть. Аттестат. Крави. Телефон. 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 Пейджер. Экран. Экран. Монитор. Четыре. Буква Г. Давай дальше. Циферблат. Это сковорода. Сам яйцо. Яйцо разбиваешь. Яичница. Да. Яичница. Ух блин. Пятнадцать. Пятнадцать. Это хор что ли? Возраст. Итак. он показал что он такой довольный. Счастливый. Что-то там цифра. Мне 20 юбилей. Кто у вас следующий? Мы сработаем. Аплодисменты Никите. Никит. Становиться правее. Итак если ты готов то починали. Плавай. Бассейн. Бассейн. этой а дистанция нет дистанция на стояние расстояние длина пропускать за плывы а плохо ходьба ходить гулять гулять ходить прогуливаться прогулка прогулка наругали шкодные наказали послушай ребенок не послушный ребенок обижены наказаны наказаны непослушные высокий взрослый строгий строгий это вентал милушев очень строго 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 ведущий воспитатель начальник но но это же правильно было все 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 подошли 1 1 1 2 уже поздно уже не показывай все один это был туз и так полюбом начальника можно было бы ну типа лучше не нужно один из готов было готов и так значит 3 поехали так и за истина страница книга книга священное писание мольбер книга мольбер тетрадь что это что-то из бумаги до сделано книга дневник нет не книга летопись летопись это старое слово или новое слово новое слово это строчек рать строчка давай 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 да то это бумага бумага бумаг документы листочки смять бумагу смять бумагу смятая бумага туалетная бумага что это скажи мне пожалуйста что это книга бумага писания дальше умоляю дальше это пресса давай дальше конфига в священнике крест укрес кукупочка что-то Это... это затычка. Показал бы ему. Аплодисменты его, его, аплодисменты. Слушай, ну накинь нам за артистик. 10 баллов, это было мощно, это было мощно. Нужен яркий праздник? Идея, свет, звук, сцена, агентство. Большая перемена. Пора бы нам узнать баллы, Денис, не томи, говори скорее. Не знаю, стоит ли переживать, но команда телек набирает уже 102 балла. 102! Безинициативный 151. Ребят, блиц, шприц, блиц, шприц. Это следующий конкурс, за 5 секунд дать мне быстро ответ. Я надеюсь, вам удастся это осуществить. Начнем с ребят, да? Конечно. Чтобы прям размотали их и у них не было шансов просто. Итак, за 5 секунд, Саша, дай мне, пожалуйста, ответ. Назови 3 карточные игры. 5, 4, 3, 2, 1, есть, да, плюс 5 баллов, есть. Катерина, за 5 секунд дай мне, пожалуйста, ответ. Назови 3 одежды на букву П. 5, 4, 3, 2, 1, уже было. Панты. Это обувь одежды. Это спортивная атрибутика. Более того, это красиво. Экскурс в истории моды. А теперь давайте представим человека. Вот в этом, в чем он у нас. Ну опять. 5 баллов, Катерина, молодец. Да, 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 да. Будет. Игорь, за 5 секунд 3 российских видеоблогера. 5, 4, 3, 2, 1. Можно я назову? Спасибо. Никита. Давай. За 5 секунд. Назови мне, пожалуйста, 3 предмета мебели на букву С. 5, 4, 3, 2, 1. Стол. Стол. Столешница. Столешница? Ну это разве? Это часть стола. Конечно. Это часть стола. Ну подожди, а если вот у меня на кухне. Давай, говори. Кто может быть из столешницы? Да. 4 балла и не спорьте. Все, ладно. Есть. Потому что мы без инициативных. Да, но он по-моему. Нам говорят не спорить. Мы такие, да мы не хотели. Нам было лень. Вова. За 5 секунд. Назови мне, пожалуйста, 3. Сказка. Говори 3 быстрее, пока он. 3 хвойных дерева. 5, 4, 3, 2, 1. Ель, сосна, гривы. Тысяча личных. Туя. Он сказал Туя. Ну ладно, пускай. Окей. Есть 5 баллов. Есть, есть, отлично. Макс, смотри на меня, не слушай никого. Вова, отвернись, даже не смотри на него. Назови мне, пожалуйста, за 5 секунд 3 страны. Это легко. С трехцветным флагом. Франция, Россия и Армения. Как так? Да, плюс 5. Итак, все это на сегодня подошло к концу. У нас уже есть счет. Давай-ка, Денис, узнаем, кто сколько баллов заработал. Отличная игра. Команда Телек набирает 112 баллов. АПЛОДИСМЕНТЫ. 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 ВЕЛИКИ ПРИЧИ. АПЛОДИСМЕНТЫ. 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 Молодцы. Спасибо большое Занимайте свои места Спасибо Мы будем врагами до конца жизни Я вам этого никогда не забываю Итак, вам спасибо, друзья Вам спасибо, друзья Тебе, дорогой телезритель, тоже спасибо Смотри нас в воскресенье Вечер Первый Крымский, это было шоу Уилдан, до встречи ровно через неделю Пока Через неделю приходится Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok